Здравствуйте! Состояние Камилочки. Сегодня у нас 4 мая. Состояние у неё нестабильное. Из крайности в крайности то ей хорошо, то резко плохо. Причём это всё может меняться за секундочку. Она плачет, у неё прям такие истерики сейчас случаются. Сейчас ей врач назначился на ПАКС 3 раза в день по 10 мг, пока на длительной основе. Когда у неё очень сильные припадки, то по одной капле неолептил мы ей даём. Он её в принципе очень быстро успокаивает. В Ламатри Джим мы также продолжаем пить по 50 мг 2 раза в день, то есть 100 мг в сутки. Состояние у неё не стабилизируется. Укусы у неё участились. Помните, я вам как-то говорила, что у неё они уменьшились. Сейчас они у неё участились и стали сильно болевыми. Она прям себе раздирают кожу, рук. Камилочка. Ходит она на цыпочках. Я как-нибудь вам засниму. Быстрее бы уже 12-е, чтобы мы могли попасть к неврологу на полноценный приём. Чтобы она её посмотрела и, возможно, что-то назначила. Конечно, очень сильно ждём МРТ, который нам перенесли. Санопакс её успокаивает. Ну, вот смотрите. В день, когда мы даём, она к вечеру более или менее спокойна. Получается, он у неё в течение дня действует, и на следующий день у неё уже не хватает того эффекта, который он может дать ей успокоительному. Самое страшное, что ты не знаешь, что она хочет, и что ей нужно, и что у неё болит. Это, наверное, самое просто страшное. Когда у неё очень сильные истерики, мы ей даём норофен, и бопрофен, что-нибудь из этого. Потому что мы не знаем, что у неё болит. Она же сказать не может. Вот она когда-то кричит, ай, она хватается за голову. И в последнее время очень часто начала полотенчиком или простенькой прикрывать голову и вот так вот плакать, чтобы, ну, прикрытая была голова. Многие мне пишут, когда я называю видео с её состоянием, например, аутоагрессия или головные боли, пи-приступы, находятся люди, которые говорят, нет, это не аутоагрессия, нет, это не головные боли, нет, это не пи-активность. Ребят, ну а как вы мне объясните тот факт, что она бьёт себя в потенцию там, где именно у неё пи-активность. Я согласна, что, возможно, это не головные боли. Но когда я пишу, что это аутоагрессия, мне пишут, что это головные боли. Логически, если посудить, например, там, где у тебя болит, ты не будешь так сильно бить, что она у тебя больше, да, болела. Вот я даже не могу понять, и что же это у неё такое. А врачи говорят, что дети с ЭП-синдромом, Ландау Клефнера, бьют именно себя там, где этот ЭП-синдром у них активен. Камилочку. Когда она в таком состоянии, вот она сейчас ещё в пижаме, время начала 12-го, я её не переодеваю, пока у неё не стабилизируется состояние. То есть мы её не раздражаем. И вот, смотрите, она тут же поорала, посмеялась, опять поорала. Она ещё не причёсана, она не подпускает к себе. Если я её сейчас начну причёсывать, переодевать, то она будет ещё хуже и дольше себя бить. Поэтому мы как бы уже вот как-то так. Вроде уже и ветра нет на улице. Что же с ней происходит? Вообще не пойму. Видите, она тут же улыбается. И она чаще начала сейчас играть с языком. Она цокает. Камилочка. Ку-ку. 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 Продолжение следует...